Любовь, юмор, светлый путь, друзья, все это в ближайший час на телерадиоканале Страна ФМ. Здесь каждый понедень, как всегда, мы, Маш Новая, Майк Войс! Все так, все так, любовь, это Маша, млечный путь, это я не знаю почему, но вот как-то так. Ты сегодня будешь в млечный путь, а юмор, все правильно, займет тогда наш гость, который сегодня пришел к нам, друзья. Да почему до сих пор стул пустой? Подожди, я просто еще не назвала, не поприветствовала его. Вот оно что, давай. Прошу, пожалуйста, любите, жалуйте, встречайте, актер, сценарист шоу «Вечерний ургант» Константин Анисима. Ура! Сегодня у нас в гостях Костя, привет. Костя, можно я жарко войду? Какой у тебя необычный вход сегодня. Кто-нибудь входил жарко в эту студию? Жарко еще никогда. Никогда. Привет. Костя, 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 Костя. Располагайся, будь как дома. Мечали пустустой, пустой, но теперь он нет. Он запрыгивает. Костя, можно я как кошка какое-то время? Я сразу раскрою все тайны. Я Костю звала, наверное, месяца два к нам в гости, но это, наверное, самый занятой человек из вообще всех возможных. Нет, не правда. Потому что чемпионат мира по футболу, ты практически постоянно был занят прямыми эфирами на первом канале. Футбол и не только. Ага. Как? Расскажи о твоем графике, что сейчас? Ну, блин, чемпионат мира, он, если ты не смотришь футбол, то ты начинаешь его смотреть. Да, естественно. Если ты смотришь футбол, то ты начинаешь сходить с ума от этого футбола. Если ты сошел с ума от этого футбола, то ты находишься в каком-то коматозном состоянии. Я вот в третьей категории. Я все это время вот до финального сестка вчерашнего матча находился в коматозном состоянии. Потому что количество футбола, количество там аналитики, прогнозов, просто вообще удовольствие от того, что... Костя, хочу только одну фразу сказать. Наконец-то ты пришел, понимаешь? Наконец-то есть с кем поговорить здесь. Давайте, давайте. Ну ладно, ну давай мы расскажем. Накидывайте передачи, как Модрич мне. Подожди, я хочу, собственно, сделать небольшой акцент. То, что Костя являлся тем человеком, который рассказывал, показывал всей нашей стране вместе с гостями в прямом эфире на первом канале, как там стоят дела, какие прогнозы. Только прогнозы. Мы делали, мы приходили, это вот как садятся люди у телевизора, там нарезают, кто что. Кто колбасу, кто холодец, кто редис. Кто нарезает по стаканам. Кто по стаканам, кто редис, кто просто накрыл скатертью ноги себе. Да. И смотрят футбол. И перед матчем, естественно, неважно, кто играет. Аргентина, Исландия, Нигерия, Уругвай, Франция, Северная Тахо. Да хоть бы и Панама играла. Но неважно, кто играет. Севнигалом. Есть у человека зерно какое-то, когда он хочет предсказать что-то. Он хочет сказать, например, я же говорил, что выиграет Корея у Германии. А они обещали что-то за свое предсказание? Вот типа, если выиграть, то я прямом эфире сбрею себе усы. Студия находится на берегу Москва-реки. Мы хотели просто туда выбрасывать команду, которая дала... Понятно, это, кстати, хорошее. Но контракты многих людей с производителями биохимических добавок не позволяли им нырять в другую биохимическую добавку. Физическую добавку, ну, соответственно. Понятно. Кость, ну а скажи, почему именно ты стал ведущим этого шоу? Ты всегда жил футболом, ты горел этим видом искусства. Когда твоя любовь к футболу? Вообще, на самом деле, футбол я обожаю с того момента, как, наверное, я увидел мяч. Первый раз в жизни. Потом я увидел мяч по телевизору, который гоняли футболисты Ювентуса в финальном матче Лиги Чемпионов против Аякса. Это было в 96-м году. И это было на каком канале? На том самом. На Новый РТМ там назывался. И я посмотрел в повторе. Мы смотрели где-то там в обед этот матч. Потом он уже прошел неделю назад. Потом я поехал куда-то отдыхать. Мама купила мне, почему-то купила мне спортивную газету, где было написано про победу Ювентуса. Я читал ее. Естественно, Ювентус стал моим любимым клубом футбольным, за который я болел там. И дальше мне просто невероятно-невероятно начал раскручиваться. Слушай, а вот что было дальше? Как оно там раскрутилось и куда привело? И самые главные новости из Ювентуса Ани есть. Мы как раз узнаем после музыкальной паузы. Оставайтесь с нами. Танцы у нас обязательно будут, дорогие друзья. Вы думаете, что у вас запала кнопка? Что не работает телевизор? Что, может быть, вы ошиблись каналом? Нет, это все так же страна ФМ. Но у нас сегодня в гостях Константин Анисимов. Тот самый Анисимов из Вечернего Урганта. Все правильно мы продолжаем? Кость, а вот, кстати, хорошо, Мишка, что ты затронул тему Вечернего Урганта. Кость, наверное, это вот, когда приходишь ты, то без этого не обходится. И все вопросы, естественно, с этим возникают. Да, и у нас даже такой был, ну, не знаю, как внутренний, ну, наверное, мемасик, можно так это назвать. Когда как бы субъективом снят стол, который накрыт, видно, где-то в провинциальном доме. Какие-то салаты нарезанные, сидят такие люди провинциальные, наряженные, которые смотрят, как бы, на тебя. И там вопрос, ну, как там Ургант? То есть всем интересует... Иван, отлично. Иван, ооо... Подожди, а мы не спрашивали у тебя, как там Ургант? Хороший переход! Нет, сегодня ты у нас в гостях, Кость. Вот я принципиально не хочу говорить про Ивана Урганта. Я принципиально хочу говорить про тебя. Я официально скажу нашим телезрителям, он нам абсолютно не интересен. Нам интересен Константин. И сейчас где-то на Хорсике, в пол своей 75-метровой яхты, заплакал бриллиантовыми слезами, Иван, они начали сыпаться. Иван, мы тебя тоже позовем. И его малазийские няни, причем у него есть реально его няня, которая его вытирает, начали собирать эти бриллианты, которыми он плачет. Ну что, давайте поговорим. Он с вами делится этими бриллиантами. Кость, ну давай поговорим о тебе. Когда ты попал в этот проект? Ты был изначально или как-то? Супер изначально. У меня была карьера, которую я строил на канале СТС. И я сейчас начал вспоминать это время, и у меня прям бррррр. Карьера на канале СТС-то звучит. Подожди, у тебя мурашки, приятные ощущения? Да, 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 у меня очень приятные ощущения, потому что я на тот момент, 6 лет назад, я был чуть ли не режиссером телепередачи «Уральские пельмени». О-о-о! Ну это круто, слушай. Футынутое. Подожди, а уральские пельмени что же, 6 лет существует? Они больше, чем 6 лет, они лет 10 уже. Нет. Маша, к нам же приходили, товарищи. Уральские пельмени телепередачи. Ну здравствуйте. Сама программа. Еще никто не приходил. Ты путаешь. Я, конечно, оставлю вас вдвоем. Он путает, просто Миша, сейчас на меня так смотрит, но он путает. Это были из Руден, ребята. Скорее всего. Из Руден или из Уездного города? Из Уездного города, конечно. Конечно. Лавки, ласты, там GoPro, новую. Прям в деталях все так помнишь? Как это, новую флешку там вставить и так далее. Так, 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 так. Я езжу, значит, в Москве. Тут еще Ваня какой-то. И не паркуюсь там, где нельзя, и бумажкой не закрываю часть номера. Так что было даже кое-то, я уже не могу. Короче, я снимаю трубку, и мне говорят, здравствуйте, у меня зовут Такта Такта, я от Ивана Урганта. Не могли бы мы завтра встретиться по новому проекту? Я говорю, я завтра не могу, я завтра улетаю. А когда вы возвращаетесь? Я говорю, ну там, через 10 дней. Ну ладно. То есть ты не из тех людей, которые, да, я уже здесь. И все. И вы понимаете, что весь этот десятидневный отпуск я провел с взглядом в пол. Я представляю. То есть от меня омывались там волны, я ехал на банане с таким же лицом. Вокруг меня там танцевали полуодетые аниматорши, поджигали кабана. И я вот в этот момент сидел вот так и думал, что все ушло. Нет, я вернулся, мне позвонили опять, сказали, ну так что, вы готовы? Неужели два раза могут позвонить с первого канала, пригласить работу? Да реально работают. Реально, поле еще нет, заметь. И не к Елене Малышевой. Уже верно. Бегать почкой. Ой, хватит мне звонить, у меня все нормально. Костя, надо вот эту интригу все-таки сохранить. Друзья, что было потом после этого звонка, опять после песни, это мы и узнаем. Оставайтесь с нами, мы продолжим здесь. Оле-оле-оле, конкурс «Большой футбол» на стране продолжается. И мы рады всем вам, наши дорогие зрители и слушатели, потому что вы потенциальные участники. И вы, кстати, потенциальные победители, которые могут выиграть поездку на их Грецию. Обожаю, Машин, задор, все, что связано с футболом, она вот так вот эгэгэй, большой футбол, друзья, сегодня конкурс. А перед этим за эфиром я скажу, Миша, кто вчера играл, понимаешь? А кто вчера играл и как сыграли? Костя, Костя говорит, а монету можно? Костя, конечно, можно монету, но если ты зайдешь на наш сайт, страна.фм. Я сейчас прям, Костя, тебе объясню, как будто вот ты мой потенциальный победитель. Итак, ты заходишь на сайт страна.фм, делаешь прогноз на предстоящий матч. У меня осталось всего два. Да, два шанса, да? Абсолютно верно. Это не так много. Если ты предсказываешь все правильно, ты получаешь вот эту самую медаль с изображением кого-то о машиновой форме футболиста, подстриженной в гетрах, в обуцах, собственно, на долгую память. Но ты в этом не узнаешь, Костя. Если ты делаешь много таких правильных прогнозов, 20-го, а именно 2, уже сейчас, а именно уже 2, то 20-го июля ты принимаешь участие в розыгрыше самого главного приза. Поездка на двоих будет разыграна, естественно, в Грецию. Куда за наводку ты должен взять? Кого? Меня. Вот так это работает. Всегда мечтал в связи с тобой в Грецию, ведь Греция – это страна-победитель предыдущего чемпионата мира. Логично ведь? Да, смешная шутка, но все-таки это шутка. Кто у нас вчера угадал? Да, давайте вспомним, чем завершился матч 1-2 финала. Плюнул тебе на экран, извини, я поправлю, ага. Ничего страшного, Мишечка, я привыкла к твоему слюноизвержению. Итак, финал между сборными Хорватии и Англии, который проходил вчера на стадионе Лакомати. Полуфинал. И на стадионе Лужники. Лужники? А тут описано лакоматики, представляешь? Они переехали. Господи. А так и было. Там идет, вы хотите. Как заедет, лакоматика, стадион лакоматического стадиона. Отдел рыбы приехал. Параллельная реальность чемпионата мира по полу машиновой. Нет, все правильно, переполненные Лужники. Подождите. 80 тысяч. Переполненный стадион Торпедо. Давайте так. На Восточной улице. Нет, это все шутки, давайте так. Лужники 80 тысяч. Вчера смотрели историческое событие. Я думал, вы говорите, стоимость за билет. Лужники 80 тысяч. Какой счет, Миша, ты помнишь? Хорваты 2-1. 2-1. Все правильно, да. В дополнительное время. Молодцы. Я так за них пережал, потому что Хорваты это единственная команда, которая сыграла фактически на матч больше перед финалом. Потому что люди играют третью игру подряд. Ты болел за Хорватов? В дополнительном временем. Вот как человек хочет скидку на Афироль где-то на хорватском побережье. Просто я так болею за Хорватов. Я болею. Запомните эти слова. Когда я приеду вам, если нас смотрят на свойство хорватское, запомните. Дайте мне чипсы. Кто победил. И 1% скидки. Да, друзья, такой прогноз, кстати, сделали. Это рекорд. Вообще нонсенс. 6 человек. Но самая первая оказалась, как мне странно, девушка. У нас все время девчонки побеждают. Кто же? Чугина. Татьяна. Мобильный заканчивается на цифре 72-00. Татьяна. Я в Греции знаю просто места такие, что... Берите Костю. Татьяна, езжайте в Грецию отдыхать. Но самое главное ждите 20-го числа, когда не будет розыгрыш. Я даже знаю, когда грешка будет пифагор. Супер. Супер приза. Пифагор. Татьяночка, мы вас поздравляем. В день моего рождения, 20 июля, мы будем подводить итоги. Да, да. Вот, собственно, не забудьте поздравить и меня за то. Все правильно. Мы будем прощаться с молодостью Марии и встречать вашу молодость, Татьяна. В греческую молодость. Все, продолжайте участвовать в нашем конкурсе «Большой подвал» на телерадиоканале «Страна.ФМ». Вынеслась. Вечерний эфир на телерадиоканале «Страна.ФМ» продолжается. А вот, кстати, только что была песня Филиппа Киркорова и Костя Анисимов, который сегодня у нас в гостях, говорит, я не знаю эту песню, я ее не слышал никогда. Неправда. Но я слышал бы самота. А, вот оно. Ну, Костя, я надеюсь, что все остальные песни, которые у нас крутятся, которые у нас в ротации, ты знаешь, потому что именно с музыкой, с песнями будет связан наш следующий конкурс. Помоги мне. Ты же, помимо всего, еще и ведущий, правильно? Да, помоги мне, Филипп Бедросович, прямо сейчас спустишь. Кстати, одна из песен Филиппа Бедросовича тоже будет. Но об этом чуть-чуть. Давайте будем на первой. У меня единственный вопрос, который я сейчас взял, зачем нам стол и почему мы стоим. Филипп Бедросович. Да, друзья, все очень просто. Костя, я не знаю, на мероприятиях ты проводишь такой конкурс или нет, но если вдруг... Я с него начинаю. Прекрасно. Люди не едят, они говорят, господи, нам не нужна еда, дай нам конкурсов своих. Все, а я как знала. Где вот эта бутылочка, а где туалетная бумага, чтобы завернуться, а где конкурс города. И этот, как его, обязательно вставить карандашик, да? Что, где, когда про молодоженов, давай! Скорее! Нет, сейчас не будет у нас что, где, когда, сейчас надо будет вот из этих бумажек составить строчку из песни. У тебя на все про все будет 30 секунд. Если не успеешь, будешь здесь танцевать. Вы мне что, сломаете ногу? Как у вас заканчивается конкурс? Естественно. Ты понял, зачем здесь я? Да, если ты не успеешь, мы сломаем тебе ногу. Костя, спасибо за новое. Короче, время пошло, тебе надо составить строчку из песни. Мишка, помогай. Три, два, один, поехали! Так, клобовуха, хлам, таз. Мне нужно слово таз. Так, корпус, корпус. Таз. Сидит низко, наверное. Сидит, клобовуха. Высекает там что-то вниз. Клобовуха, хлам, хлам, сидит, таз, сидит низко. Здесь только две строчки, да. Низко, корпус по асфальту, высекает искры. Итак, подожди, а что это за песня? Это Тимати Ладо, Седан, Баклажан. Ребята, эту песню. Давай послушаем оригинал тогда. Давайте, слушаем. Погнали. Лобовуха, хлам, таз сидит низко. Практически сперпопытки. Ладно, это было просто. Молодец, поздравляю. Просто когда песня про таз, а ты только из бани пришел, конечно, ты сразу же угадываешь. Неважно, там, таз. Ну, это... Есть песня там про виходку? Про что тебе хочется? Ну, как это? Мочалка, виходка. Что это слово? Виходка? Виходка. Это откуда такое слово? Это оттуда. Оттуда, оттуда. Из ваших бань? Оттуда пришел Константин сегодня. Окей, тогда дубль два. Мне кажется, это уже будет немножко посложнее. Я уже даже вошел в кураж. Поехали. Да, все, поехали. Откровенно веном. По венам есть. Ты моим дымом. А тут есть сверху камера, чтобы люди понимали, что я разбираю? Проникаешь организм. Ты моим с, по, в, мой, ты проникаешь веном откровенно. Ты, ты, в мой, организм, ты уверен, что так, да, именно? Проникаешь по венам, дымом моим, так откровенно. Это что за песня, как ты думаешь? Ты моим, так откровенно. А буква С нафиг не нужна. Друзья, только что в прямом эфире мы составили новую песню. Мы берем ее вот так. Нет, подожди. Что ты сделал? По венам, что-то там дымом, так откровенно. Ну, на самом деле, Костя, это не так. Золотой граммофон мы следующий, ребята, с этой песней. Синглом мы ждем тебя в следующий раз. Ну, что это за песня? Ты, в мой организм, проникаешь по венам, моим дымом, так откровенно. Нет. Послушайте, поэзия, она не может быть неправильной. Да, художник так видит. Он всегда прав. Да? Ну, что? Так? Нет, это не так. Могу я по словам? А, значит, если есть в песне слово «организм», значит, автор ее Елена Малышева. Ты думаешь, это танец почки или сердца? Нет, я вообще считаю, что это песня, которая говорит, задумайся о своем организме, молодой человек. Смотри, ты, по, дальше идет. Ты, по, по, по. А дальше как думаешь? Ты, по, 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 по. Ты, по, 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 по. А может быть, ты по моим венам. Ты по моим венам. А дальше? Ты по моим венам. Так. Ну и дальше сам. Все, я больше тебе не помогаю. Так, откровенно. Дальше. Ты проникаешь в мой организм с дымом. Да, я сон-то. Сейчас я ее принесу, подождите. Секундочку, секундочку, секундочку. Вот так, с дымом. Все. Вот это оригами. Ну ладно, короче, этот вариант был уже ближе к оригиналу. Давайте послушаем тогда, как звучит песня на самом деле. Поехали. Ты по моим венам как-то венам. С дымом проникаешь в мой организм. Знаешь, кто это поет? Естественно. Жив. Леонид Агутин. Нет. Жив. Нцы. Жив. Сы. Мне так понравилось. Жив. 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 Короче, Джиган и Артем Качер ДНК. Все ты знаешь. Дорогие мои, Джиган и Артем Качер. Прямо завтра я набью ваше тату на каком-нибудь накачанном участке своего тела. То есть нигде. Да, вот это заявление. Так, так, так. Поехали. Дубль три. Здесь все гораздо проще, потому что здесь и букв, и слов тоже меньше. Это просто из букв нужно составить. Давай, это было бы еще сложнее. Итак, поехали. Все, я перемешала. Попробуем. Давайте так. Так, мои. По. Мне нравится, друзья, что после каждого раута появляется новая песня. Как не крути. Подожди, как не крути. Ну-ка. Как не крути. По итогу. Все мои минусы. Превросятся в минусы. Все мои минусы. По итогу. По итогу. По итогу. По итогу выйдет плюс. Ну, прочитайся вместе. Как не крути на твои. Как не крути на твои. Ну, как не крути на твои. Все мои минусы. Минусы. Минусы, минусы. По итогу выйдет плюс. Ребята, покупайте мои джинглы в овощных лавках. Рядом с сильнее моим. Они же полезные, но не звучные. Давай сейчас попробуем обратиться к оригиналу. Как, собственно, автор задумал эти строки. Поехали. Слушаем. Минусы сначала. Минусы. Как не крути. Плюс. Ну, конечно. Егор Крид. Ребята, можно я выступлю с официальным заявлением? У меня, вот видите, здесь минус плюс. У меня два было только по двум предметам. По математике и по Егора Кридоведению в школе. Вот это и отразилось, собственно, на этом пилоснежном столе. А два по математике, два по Егора Кридоведению дают пять. Как не крути, а вот это плюс. Дают четыре. Давайте вы поставите мне зачет, и я пойду. Нет, Кость. Можно это сохранить? Ты хочешь что-то разбросать? Это сохранить. А ты ребятам своим друзьям в баню отправишь? Нет. Послушайте, моим друзьям в бане неинтересно. А вот если я подойду к ближайшему колледжу с этими нарезанными бумажками, я там буду очень популярным. Я сегодня так старалась, так нарезала, нашинковывала, как огурчики, помидорчики. Сидерей вот эти джинга, да? Как сидерейщик, да. Хорошенько. Какое-то гадание по поп-музыке, вот мне нравится. Три, два, один, поехали! Можно я по первой песне? Давай, давай, давай. Дождь. Вот, мне нравится сразу же дождь. Дождь. Можно я так? Бумаги больше ставлю. А, сейчас. На твоих глазах я вижу свои мысли. На английском я вижу, смотри. И дождь поет на ломаном. Ломаном? Вот оно, это слово. Английском. Это лобода, я даже смотреть не могу. Браво, это прям с первого раза. Круто, слушаем оригинал. Мишка, уберешь? Конечно, зачем еще я здесь стою? Конечно. Слушайте, музыку я приберу. Вот доедать будете, нет? Да, все нормально. Я вонесу. Нет, нет, можно уже убрать, да. А можно, да? А можно танец здесь? Ты все-таки не угадал предыдущую песню, поэтому отдувайся, знай этой. Очень простой танец. И у меня уже сразу же готовится следующий вариант. У нас 16+, можно, нормально. Раздевайся, да. Нет, я не могу. Поехали! Со мной, со мной! Ты два раза нарезал лишнее. Со мной, со мной. Нет, друзья, нет ничего лишнего. Дописали, вот слово «дописали» меня поставило в тупик, не хватает. Лишь. Посиди. Посиди! Со мной, со мной. Но не «посидей», прошу обратить на это внимание. Роман. Роман с большой буквы должен написаться. В тупике. Мы свой роман дописали. Ну, известная же песня. Она, кстати, приходила к вам даже в гости. Мы свой роман дописали. Так. Мы свой... Посиди. Посиди. А это автор. Мы свой роман дописали. Автор «Посиди». Посиди. Это древнегреческий философ «Посиди». Так. Ну, как ты думаешь, кто может быть исполнителем этой песни? Про любовь со мной. Посиди со мной. Я просто пытаюсь как-то подобрать. Со мной отчество, все правильно. Логически. Посиди со мной, Вич. Нет, я-то просто знаю. Лишь слов, поговори со мной, лишь... Вот ты, кстати, мотив поймал сейчас абсолютно правильно. Реально, вот прям мотивчик был. Я его давно ловил. Итак. Итак. Если есть слово «любовь», то... Это гипотетически любой исполнитель. Какого рода? Слово «посиди» значит человек умеет стоять. Логика железная. Уже дописали. Он умеет писать со мной, любовь, значит он как бы поет противоположному полу человеку. Лишь это говорит о том, что он, скорее всего, номинировался на какие-то... Ну, как ты думаешь, Кость, это мальчик или девочка поет? Хотя бы вот с этого давай зайдем. Это группа. Это группа. Это группа. Абба. Абба. По-русски запели. Ты думаешь, я перевела их песню? Послушайте, да. Посиди со мной, любовь. Мы с вами дописали. Слушайте, я реально в завершательстве. Ребята, я, если пою песни... Ну смотри, нет, смотри. Вот я слушаю «Страна FM» у себя в машине, в моем лимузине, который я вожу. С открытым верхом, естественно, кабрио. Нет? Я просто вот так делаю. Вот так я тебе помогаю. Дописали бы свой роман. О чем может быть роман? Про любовь. Ну, естественно. Про любовь. Про любовь. Дописали бы свой роман про любовь. Все, мне кажется, люди сейчас едут в машине и думают, да мы уже поняли, что это за п***я, Костя. Ребята, если вы сидите в машине, просто простите меня ради... Дописали бы свой роман про любовь, посиди со мной, со мной, не хватает пары лишь слов, поговори, поговори со мной. Вот так. Поговори со мной, не хватает лишь пары слов. Ну, догадался? Молодец. Не хватает. Ты же понял уже, да, что это за песня? Да, конечно, лишь пары слов. Да, конечно. Да, 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 это моя любимая. Это песня из кинофильма «Неуловимые мстители». Абсолютно точно, слушаем оригинал. Ну, естественно. Я же даже подсказки тебе дала, она была у вас кончак. Полина. А я отправлю Полине эту запись, скажу, как ты плохо учишься. Когда вы меня увидите, вы можете мне отпустить мочку уха, например. Я не знаю, как меня наказать за это. Вот если бы вы написали спектакль «Окончен», сразу же я бы сказал. Ну, это было бы очень просто. Вот мне нужны такие попроще там. Давайте так, поднимите две руки, вы победили. Вот мне такие. Я люблю участвовать в очень простых конкурсах. Сделайте репост и получите ужин в ресторане японской кухни. Кость, ну скажи, ты готов еще к одной песне? Вот это мои игры. А вот когда... А мы с Мишкой легких путей никогда не ищем. Когда нужна магия. Это, ребята, я... Сейчас будет магия, сейчас будет рождение... Черных сразу началось. Нового сингла. Черных и белых сказать целым стать. Нового сингла от Константина. Телом. Телом черным. Стать телом. Ну, стать черным телом, ну, конечно. Стать целым. Выбрать, господи. Я сейчас начну плакать. Вы хотите, чтобы ваша бумага была соленой от моих слез? У нас, кстати, еще никто из гостей не плакал. Если черных единых намыть целым... Я как будто в икее нахожусь и не понимаю, что мне делать с этим совсем. Как это все соединить? Ну, что? Так, давайте начнем так. Стать черным. С чего должна начинать песня? Со слов о чем? С большой буквы, мне кажется. Кстати. Два слова. Ну, я понимаю. Мне кажется, с большой буквы должны начаться. Если... Тара-тара-тара-тара... Если... Друзья, а есть здесь слова такие? Телом черных и белых на, не делясь, сказать, о чем хотели стать, выбрать единым. Просто из междомедий состоит. Ну, правда, вот была бы песня там. Значит, я вышел на перрон. Это из моего альбома, ребята, скачивайте нигде. Окей, давай тогда все. Мне кажется, это тупик. Это тупик. Вот расскажи мне, припев. Все, давайте сразу танцевать. Давай танцевать. Поехали, включаем оригинал. А? А есть здесь слова, правда. Песню узнали? Да. Это же Вера Брежнева. Прекрасная, очаровательная Верочка. Вера, другую мочку. Костя, готовить надо будет. У меня еще есть уши, если что. И черных, и белых. Как ни крути. Фу! Ну и финал, друзья. Финал. Я вас рада поздравить. Мы с вами приблизились к финишной прямой. Вы знаете, я примерно как сборная Англии. Играю плохо, но мог оказаться в финале. Ура! Костя, я тебя поздравляю. Мог бы и не оказаться, конечно. Если бы не моя доброта сегодня. Если бы не принтер, который тебе это все выдал. Финипринтер, да. Убежала. Поехали. А, я убежала. Она убежала. Она убежала. Ты думаешь, я их уже сразу по порядку разложила? Она убежала от нелепой суеты. О, я знала, я знала. Поменяйте эти бумаги на си. Поехали, слушаем, смотрим. Ну, естественно. Ну, как же мы могли пропустить эту песню? Скажи, а ты, Костя, а ты принимал участие в создании клипа к этой песне? Как раз таки. Можно я навру? Наври? Прекрасно. Нет, самое странное, да, что я песни Полины Гагариной и Веры Брежневой не знаю, а Филиппа Киркорова, да. Интересно, о чем это говорит? Друзья, пока мы задумались, я предлагаю оставить вас ненадолго с музыкой, с хорошей на телевизорной канале. Никуда не уходите. Дорогие друзья, вот сейчас, смотря эту песню, этот клип, слушая, мы обсуждали возросшую популярность Дмитрия Маликова и представителя, соответственно, фан-клуба сегодняшнего Дмитрия Маликова. Мы опрашивали Константина Анисио. Константин, вам слово. Костя, а ты романтик вообще? О, такой же, как и Дмитрий. Ну, если бы вы видели, да, журнал «Романтика» опубликовал рейтинг «Романтика». Топ-2 романтика страны. Это ты и... Дмитрий на первом, я на втором, да. А, ты на втором. Все-таки ты Дмитрию уступил немножко. Она раз в 47 лет выходит. Да, я помню, у меня просто подписка закончилась в 87-м году как раз. Это как раз в середине. Да, я на бурну тогда ушел как раз. Нет, ну я... Так, все, это все ваши эти шуточки. Я серьезно хочу сказать. Ты романтик или ты все-таки такой брутальный мэн семейный дом? Я брутальный романтик. Брутальный романтик, да? Ну, скажи, ты всегда с... Что это? Вот тебе цветы. Ты всегда с юмором? Ты даже дома шутишь? Или все-таки дома у тебя такой, знаешь, остров серьезности? Нет, ну нет. Я наоборот, мне кажется, что если ты... Типа такой, я весь такой на серьезнике, хожу там дома в гримёрке, там в троллейбусе едешь, то тебе сложно потом обратно включиться. Типа, вот сейчас я на работе. Но это не хирургия, да? Это не то, что я вот сейчас надеваю там, мою руки и начинаю вдруг пересаживать сердце. А я видел такого в троллейбусе, в перчатках. Человек такой, женщина, хотите я вам сердце пересажу? Пересажу, вот пока мы едем до Петровско-Разумовской, сейчас мы вам перекинем все быстренько. Вот с тем студентом. Просто, мне кажется, это лайфстайл такой. Ты должен... А потом ты уже это все загоняешь в формулы и... В образ жизни. Любая картина висит в рамках. И ты вот, допустим, берешь, я хочу поработать вот над этим полотном, и туда там вгоняешь все, что ты умеешь, знаешь и любишь. Прикольно. Слушай, а у тебя есть какой-нибудь дельный совет, как научиться относиться к жизни с юмором? Да нет такого дельного совета. Нет такого? Ну, вы понимаете, все люди, они по-разному, даже шутки у всех разные. Ну, это понятно. Будете находить смешное в смешном, и смешное в несмешном, или абсурдное в серьезном. Тогда все будет классно. Если вы будете чуть глубже там видеть из того, что там говорит вам человек, из того, что происходит рядом с вами на работе. Не просто вот смотри... Вот юмористический концерт, я его посмотрю, вот мне над ним смешно. А внутри жизни тоже находить какие-то позитивные для себя, если вы даже там упадете... Ну, я просто к тому, что это развить как-то можно, или это либо дано, либо нет? Нет, нет. Либо ты родился таким, либо... Вообще, на самом деле, вот что значит? Развить можно все. Вот я не знаю, чувство, там, стиля. Ведь мода уходит и приходит, правильно? Можно же потерять, вот ты, например, одевался 10 лет так. Да. А через 5 лет ты выглядишь старомодно, правильно? Да. То же самое с юмором. Сегодня ты на острие юмора находишься, а через 10 лет все говорят, фу, это Петросян. Понятно. Кость, давай вот как раз и покажем мастер-класс отношения ко всему с юмором. Готов к былицопросу? Да. Думать не надо, Рознол, ровно как и всегда. Я вообще никогда не думаю, ребят. Для меня самое важное в жизни? Проснуться утром. Идти по жизни с юмором это? Проснуться и встать. Если бы сейчас был 1018 год, что бы ты делал? Я бы, наверное, участвовал в контрреволюции. А в 3018? Участвовал в контрреволюции. Когда ты будешь таким же креативным, умным, но старым, что ты скажешь своим праправнукам? Отвалите. Если бы не юмор, то я, Константин Анисимов, сейчас... Работал бы поваром. Очень вкусные пирожные бы делал, да? С приколами. Веселенькие. Друзья, в общем-то, сегодня был у нас повар-юморист-автор, сценарист и, конечно же, ведущий Константин Анисимов. Костя, спасибо тебе огромное за эфир, что пришел к нам. Спасибо. Спасибо, это было круто.